Большая стройка развернулась этим летом в Старицу. Здесь реализуются сразу несколько крупных проектов по федеральным и областным программам. Вместе с представителями местной власти, депутатами и общественностью. В строящемся объекты посетил председатель законодательного собрания Сергей Голубев. Берег Волги напротив Успенский монастырь. Это одно из самых красивых и часто посещаемых туристами видовых мест города. Рядом с капитально ремонтируемым Волжским мостом ведется благоустройство набережной. От церкви Пороскевы Пятницы до церкви Преображения Господня. Это было центральное место когда-то города Старица. Здесь была торговая площадь, здесь кипела наша жизнь, экономика, социалка и так далее. И очень важно, что сегодня это место вновь возрождается. Оно будет вновь центром нашей культуры. И все, что сегодня делается, это во благо людей, не только Старицы, но и Тверской области. На набережной реализуются сразу три проекта. Два по программе поддержки местных инициатив. По полтора миллиона каждая. И один по федеральной программе «Комфортная городская среда». 7,5 миллионов рублей. Подготовительные работы под устройство тротуаров уже выполнены. Положен бордюрный камень, ведется устройство ограждения набережной. Чуть позже положат асфальт, будут установлены фонари, лавочки, урны. Срок сдачи объекта 30 сентября. Главной изюминкой набережной станет ограждение с элементами белого известнякового камня, который уже стал брендом Старицкой земли. В городе Стариц наш белый камень уже представлен. Вот в Успенском монастыре много сделано из него. Также сквер, ограждение сквера по улице Ленина, по центральной улице. Первый этаж Кривейческого музея, когда вы езжаете из города Твери, тоже сделано облиционным нашим известным камнем. И цель у нашего главы, ну и мы его поддерживаем, сделать белый камень брендом города Стариц, чтобы мы уже зазвучали на весь центральный регион и на всю Россию. Такое комплексное благоустройство сделает город не только более комфортным для жителей, но и более привлекательным для гостей. Ведь туристический потенциал у Старица огромен. И нужно максимально его использовать, уверены представители общественности, которые строго следят за ходом строительных работ. На последнем форуме, который прошел в муниципальных образованиях, губернатор как раз и отметил, что у нас сегодня все есть. Есть деньги, есть возможности. Необходимо только успевать в сроки реализовывать и осваивать денежные средства. Сегодня мы на примере Старица видим, что денежные средства осваиваются в полном объеме и как раз по целевым направлениям. Еще один крупный и важный для Старица объект, строящийся по национальному проекту образования, детский сад. Ясли на 150 мест на улице Захарова. Проектная стоимость 120 миллионов рублей. Подведены уже все коммуникации, плитами перекрыт первый этаж, возводятся стены второго этажа, идут работы по устройству котельной, монтаж теплотрассы. При нынешних темпах строительства объекты должны сдать в срок, в декабре этого года. Как отмечает директор средней школы станции Старица, председатель местного собрания депутатов Татьяна Керничишина, в целом сфере образования в районе сейчас уделяется особое внимание. Меня очень радует, что у нас очень много внимания уделяется образованию, в сфере образования, большие подвижки. В настоящее время у нас в городе строится детский сад на 150 мест, и это очень поспособствует тому, чтобы молодые родители смогли выйти пораньше на работу и приносить пользу родному городу, родному району. Рядом с возводимым детским садом проходит улица Мира. Здесь за два месяца провели полную реконструкцию дорожного полотна от улицы Захарова до набережной Волги. Помимо замены асфальта, брусчаткой уложена часть тротуаров, положен бордюрный камень, установлены два лежачих полицейских. Кроме того, предварительно были заменены все подземные коммуникации. По мнению главы Старицкого района Сергея Журавлева, сегодня муниципальные образования получили уникальную возможность привести в порядок населенные пункты. И очень важно, что в этой работе задействованы исполнительные власти, депутаты, законодательного собрания, депутатский корпус на местах и представители общественности. Замечательно тем, что мы не только совместно выбираем объекты, но мы совместно ведем текущий контроль строительства этих объектов. Ну и, естественно, как итог ввод. Я думаю, что вот такое взаимодействие с общественностью позволяет, наверное, правильно реализовать данные проекты в правильном направлении, потому что мы не придумываем что-то, а мы делаем действительно необходимое, востребованное. Подводя итог рабочей поездки, Сергей Голубев особенно отметил, что подрядчиком двух объектов, проходящих по региональным программам, является местный бизнес. Таким образом, программы работают не только на благо древнего русского города и его жителей, но и на поддержку создания новых рабочих мест и старецкого предпринимательства. Действительно, контроль работает во взаимодействии с администрацией. Здесь не только депутатский корпус участвует, но и представители общественной палаты от Старицкого района, областной общественной палаты, представители общественных организаций. Поэтому и с точки зрения качества работы, ну, как кажется, здесь все нормально. Совместно с подрядчиком выработаны те формы и те объекты, которые нужны населению Старица.